Всем привет! Добро пожаловать еще раз ко мне на канал. И сегодня это второе видео из саги о родах в Испании. В первом видео я вам рассказывала о том, что же такое частный госпиталь. Если его не посмотрели, то вот здесь вот в информационной коробочке вы увидите ссылку на предыдущее видео. А в этом видео я буду рассказывать вам о государственных госпиталях, то есть тех, в которых нужно обязательно идти по страховке. Либо оплачивать, но это уже сложнее. Почему сейчас огня? Что же бывает, когда у вас государственная страховка, то есть социальное страхование, и вы хотите родить в государственном госпитале, либо у вас ее нет, и вы все равно хотите родить в государственной больнице. Значит, если у вас есть страховка, нужна карточка, либо европейского страхования обычная, либо испанского, кто здесь проживает. Если у вас нет социального страхования, то я рекомендую сразу ехать в частный госпиталь, но если вы его поблизости нет, допустим, да, а вы рожаете, то в государственном госпитале вы тоже можете родить, но тогда вам засчитают просто все. Когда я говорю все, это даже, я не знаю, даже бинтик вам засчитают, даже пластырь вам засчитают. То есть, понимаете, в государственном госпитале, если вы не приходите по государственной страховке, это все, то есть вам засчитывают каждую мелочь, которую будут использовать. Это просто что-то. Я, напомню, я рожала в частной больнице, да, но по частной страховке. Но я знаю людей, которые рожали в государственном госпитале, платив за это, и это вышло им намного дороже, чем в частном госпитале. Представляете, какой курьез, да, какие вещи происходят. Так вот, если у вас есть страховка, то окей, все хорошо. Если нет страховки, то вас все равно могут положить в госпиталь, но вы должны будете заплатить полную стоимость, так сказать, процесса рода. Опять же, это будет сложно, если у вас нет истории в этой больнице. Они просто терпеть не могут, испанские врачи, они просто терпеть не могут, если вы не имеете истории у них. То есть, если они вообще ничего у вас не знают, вы приходите, так они как-то смотрят, вот так у вас презрение, мол, что ты тут пришла рожать, как бы иди в свою больницу, да, или в свою страну, еще хуже. Знаете, то есть, они такие не очень приветливые. И, во-вторых, очень большая проблема, если вы не знаете испанского языка, то я боюсь, что в государственном госпитале вам будет тяжеловато, будет дополнительный стресс, потому что в государственных учреждениях, в госпиталях везде висят таблички, приходите со своим переводчиком, если вы не умеете говорить на испанском языке. Некоторые врачи, конечно же, добрые, не все такие, просто я натыкалась на таких, на таких недружелюбных, да, и это еще что я по-испански с ними говорю, у меня акцента практически не слышны, не чувствуется на испанском языке, да, тяжело понять. Вот, но и то, то есть, как бы я натыкалась на таких, но есть, конечно, врачи очень хорошие, которые пытаются по-английски с вами как-то говорить, но когда речь идет о родах, да, консультация это одно дело, когда уроды, прям у женщин, да, начались, то как бы не до этого, поэтому если вы испанского не знаете и с английским, как-то не очень вдущите человека, который вам будет переводить, или берите кого-то из семьи, кто узнает вот сколько-то, да, чтобы вам помочь, вот, а если нет, то частные госпиталы только, там на любом языке, там даже есть и русские, в частных госпиталях очень много бывает, особенно здесь вот, в моем госпитале, в котором я ржала, там есть русские работники, есть на английском, говорят, на голландском, французском, то есть на немецком, на многих новых языках, то есть вам всегда как-то вы найдете речь, да, если нет, то они даже переводчика могут для вас позвать, если нужно государственным, такого не будет. То есть они сначала криво посмотрят, но все равно вас примут, и потом, значит, если вам придется оплачивать все услуги, как-то они вас посмотрят, но проблема там в том, что может быть такое, что частных, как бы, они для вас не смогут выдать палату одинарную, даже если вы платите, поэтому может быть такое, что вы будете с кем-то в палате лежать. Есть кому все равно, есть кому даже нравится там поболтать, сравнить там с детками и поиграть, то есть как бы там вместе кому-то помолочь, да, есть мамы, которым это нравится. Но я лично предпочитаю покой, поэтому для меня очень важно, чтобы в природах у меня было, как бы, свое пространство, да, где никто бы там не кричал, за другой ребенок бы не плакал, и мой бы не начинал плакать за ним следом, то есть как бы такие вещи маленькие, да, которые для меня имеют разницу, действительно. Так вот, что же происходит в государственной больнице? Вам нужно будет там отдавать все документы, и тут очень важная вещь, я хотела сказать, что же, если вы приехали, если вы приехали, например, в Испанию, и вы идете в государственную больницу, у вас нет страховки, и вы не можете оплатить, да, что же происходит? Значит, проблема в чем? Проблема в том, что по закону женщины беременные и дети, они как бы должны, да, почему я сейчас скажу должны, вы сейчас поймете, потому что они должны идти в обход закона, то есть они, их должны принимать в любом госпитале, государственной, то есть даже не важно, что это государственный госпиталь, их должны принимать беременных и детей, но Испания, очевидно, много людей этим пользовалось, у меня муж рассказывал, что до того, как я сюда переехала, что очень много этим пользовались, и поэтому испанцы обошли закон, вот так вот, они обошли закон, и они, значит, сейчас что делают? Если человек, представьте, здесь находится менее 90 дней, и он не может доказать, что он здесь находится больше, чем этот период, то он не считается временным проживателем здесь, он считается, то есть он считается как бы не проживающим здесь, а приезжающим в отпуск, то есть приезжающим на время сюда, как бы побыть, однократно, пожить немножко и уехать обратно, и тогда они не обязаны вас обслуживать, вот так вот, то есть это ошибочное мнение, что везде, в любом месте вас всегда осмотрят, вас всегда примут, даже если это как бы социальное, то есть вы можете, конечно, им сказать, что вы пребываете здесь больше 90 дней, если у вас есть билеты, например, чтобы это подтвердить, тогда да, они действительно обязаны вас по социальному страхованию, то есть даже если у вас его нет, они обязаны вас принять, да, народы, и вообще не только народы, а вообще глобально сейчас говоря, обязаны, но если вы пребываете здесь меньше 90 дней, они не обязаны вас принять, они вас либо заставят платить, либо направить в частный госпиталь, такая вот жизнь в Испании, так вот бывает, так вот, значит, если в этом госпитале минус в чем? Еще одно очень, точнее, немаловажное отличие государственного госпиталя, это то, что вам просто огромное количество всяких вещей придется везти самой, в то время как в частном госпитале вам дают подгузнички, вам дают подкладки, вот эти вот для женщин, которые только что родили, гигиенические, специальные, санитарные, все-все-все, то есть вам, частный госпиталь вас снабжает всем, вам главное только одежду для ребенка принести, и для себя, если там, ну, что-нибудь дополнительное, если вы еще хотите, вот, а так все, остальное даже шапочку одевают, с больницы, если тут нужно, допустим, да, одевают, можете, конечно, свою принести, но все это одевают, только одежду малышу, и все, подгузники там дают, пеленки, то есть все-все-все-все есть, все, абсолютно, вам ничего не нужно, в государственном госпитале, по крайней мере, так было пару лет назад, сейчас я уже не знаю, но я думаю, что-то не сильно изменилось, в государственном госпитале нужно всему заботиться самой маме, то есть нужно самой брать для себя подкладки, рассчитывать, подгузнички нужно брать, там, конечно, дают на первое время, но потом нужно самой брать, подгузнички, для себя полотенцем нужно брать, там, халатик, то есть как бы одежду, но это понятно, вы и так как бы берете, в частном госпитале тоже, но вы не берете столько, как бы, классических, банальных таких вещей, как полотенце, например, да, а вот в государственной больнице вам нужно свое полотенце иметь, вам нужно свой шампунь, иметь свою расческу, свою щетку там для зубов, если, свое мыло, то есть все-все-все должно быть свое, в то время как в частном госпитале вам это дают. Еще один очень-очень-очень сильный минус, по моему мнению, это одна ванная комната на палату. Ну как, это логично, да, что у меня мама так привыкла, и я когда маленькая была, тоже помню, что так было в больницах, да, там несколько кроватей стояли, там 2-3 кровати обычно, и потом как бы одна ванная для всех. Но когда, мне кажется, когда рожаешь, когда роды, то как-то это очень инвасивно, очень грубо это как-то, то есть у тебя, у кого-то свои там проблемы, у тебя свои, ты только родила там, по гигиеническим, на момент гигиены, то есть как-то тебе нужно что-то, ну не знаю, это очень тяжело объяснить, но просто хочется как-то интимно все делать, чтобы никто тебя не слышал, никто тебя не видел, никто тебя не торопил, и как-то зная, что у всех как бы организм очищается, что там, не знаю, гигиеническая сторона этого момента как-то не очень мне нравится, с кем-то в такой деликатный момент, когда твой тело в таком деликатном моменте находится только после родов, да, с кем-то делить ванную комнату, вот. Поэтому, не знаю, это для меня огромный минус, то, что нужно много всего самому заботиться принести, и то, что ванная комната все-таки делится с другим человеком, или есть еще двумя, например, которые в палате находятся вместе с вами. Учреждения обычно стареют, оборудование, конечно, хорошее, потому что оно спонсируется государством, но есть какие-то новые технологии, которые есть в частных госпиталях, которых нет в государственных пока что, потому что они являются частными, то есть их покупают частные инвесторы, которых нет в государственных госпиталях, да, практически. Так вот, палаты могут быть более устарелые, кровати могут быть не такие удобные, не так чисто, конечно, в госпиталях чисто, да, это как бы само по себе это факт, но, может быть, не так удобно в палате, опять же, вы можете быть не только вы одни, человек, который с вами не может там находиться, то есть ночью никого, то есть там только роженицы находятся, да, если человек хочет, он должен будет доплачивать, доплачивать ему где-то будут искать место, если места нет, то только мама и ребеночек, вот так. Комнаты там вы, конечно, не можете выбирать, какие вы хотите, какая есть, такая есть, как бы как что попадет, что будет свободное, то и будет свободное, да, в этот раз. В принципе, самый процесс родов такой же, то есть сначала вы находитесь в палате, потом вас перевозят в родильник вот этот вот, в зал для раскрытия, то есть пока вы подготавливаетесь к самому родовому процессу, а потом уже в родильник этот зал, да, в хирургическом. Это все одинаково с частным госпиталем, то есть роды проходят, роды есть роды, да, где вы рожаете, правильно? Так вот, в государственном госпитале, опять же, вам дают кушать, все, ребеночек с вами спит, все-все-все одно и то же. Также, в принципе, единственная разница это то, что как к вам относятся люди, как к вам относятся доктора, есть, конечно, очень хорошие доктора по призванию, действительно, они, ну, прям десятка, то есть они заботятся тоже о вас, они постоянно приходят, спрашивают, и такие они как-то такие теплые, да, вот они так тепло к тебе относятся, что очень, я думаю, важно в такой ситуации, особенно когда женщина в родах, то есть рожает, у нее появляется малыш, что это очень важно, теплое отношение к тебе, да, и забота. Но не все такие, далеко не все, здесь испанские врачи в государственных поликлиниках и в госпиталях очень обожженные, очень стресса у них много, очень нервные, просто потому что у них очень много проблем, что у них постоянно обрезают бюджет, у них не хватает персонала, они перерабатывают часы, за них не платят, в общем, условия в государственных больницах не самые лучшие, поэтому и люди, соответственно, злые, как собаки иногда бывают, да, как говорится. Вот, конечно же, это не вина нас, то есть мы не должны поездить за пострадать, но вот так бывает. Так вот, в государственных больницах, в принципе, плюсы того, что вы родите все-таки, все-таки роды будут, какие они будут, это уже чистый вопрос удачи, наверное. Я знаю много людей, которые рожали в государственных клиниках, испанки, и у них все было хорошо, я знаю другую половину, которые также рожали в государственных клиниках, и все было просто ужасно, пока каким-то чудным способом не появилась какая-то акуширка-гинеколог, которая прямо вот спасла ситуацию, да, то есть и такое, и такое бывает. Бывают всякие разные вещи, позитивные, негативные. В частных клиниках правда, что это случается меньше, потому что они отрабатывают то, что вы им платите, потому что они знают, что они и зависят, будет ли у них работа, зависит от того, как они относятся к людям, придут ли эти люди к ним. Уже все-таки частный сектор – это такая штука, да, если плохо обслуживают, что люди просто-напросто не придут. Так вот, государственные больницы тоже надо заранее побеспокоиться, надо, если можно, заранее сходить на первый прием. Государственную больницу очень тяжело, чтобы вам показались заранее, если честно. Есть, бывают визиты, но они программированы, они происходят там раз в месяц, или раз в несколько месяцев, нужно звонить, договариваться, то есть все не так просто, как в частном госпитале. Но если захотите, то можно добиться, звоня в больницу, или там, если вы пойдете на один, хотя бы один прием с гинекологом в государственном госпитале, то она может вас направить посмотреть в больницу, чтобы вы хоть ознакомились как-то. Но я, если честно, если вы хотите приехать в Испанию, чтобы родить, выбирайте, пожалуйста, частные госпитали, ну правда. Потому что, хоть это, ну это не такие большие деньги, как ехать в США, например, рожать в какие-то другие страны, не знаю, сколько стоит в Германии, правда, я там как бы не, ну я там жила, но я не сталкивалась с родами, поэтому не знаю, не могу сказать, но это сравнительно небольшая сумма с другими странами, про которых я действительно знаю, и это стоит того, потому что частный госпиталь – это спокойствие вас, спокойствие вашей семьи, спокойствие вашего малыша, это забота, уход за вами огромный просто, всей команды врачей, и это просто позитивный опыт для вас. То есть это не останется каким-то пятном, таким чёрным, да, в вашей биографии. Это просто будет какой-то позитивный момент, о котором вы будете с радостью вспоминать, что я думаю самое главное в это время. Так что вот так надеюсь, что вам понравилось это видео про государственные госпитали. Кстати говоря, везде нужно всё то же самое, я, конечно, это не упоминала, потому что я думаю, что это и так всем известно. В государственные госпитали, чтобы прийти, вам нужна, если нет у вас страховки, то тогда просто платить, и обязательно нужен ваш паспорт, хотя бы, да, ваш паспорт, ну и всё, грубо говоря, нужна ваша документ, и без документов – это да, без документов никуда, вот так. Ну а дальше выбор за вами. Если кто из вас будет рожать, уже ждёт малыша, то хороших вам родов, если вдруг вам что-то нужно по информации в Испании, то пишите, я вам, конечно же, отвечу. Лёгких родов и удачи вам, мамочки. Пока-пока.